Кемерово, Кассационный суд на связи, суд Центрального района Барнаула и воспитательница на связи из СИЗО. Это уже седьмое решение по делу Хэппи Бэби. Суд первой инстанции, апелляция, касация и так по кругу. Напомним, в конце 2017 года на камеры видеонаблюдения попали факты жестокого истязания воспитанников. На кадрах малышей пинают живот, швыряют, зажимают лицо подушками, закрывают в темных помещениях. В декабре 2021 года Центральный районный суд огласил приговор воспитателям и заведующей детским садом, в котором издевались над детьми. Но вместо реального срока подсудимые получили условные. Все эти годы родители продолжали бороться. И вот в ноябре прошлого года впервые одну из воспитательниц взяли под стражу прямо в здании суда. Основное наказание, назначенное по пунктам А и Г, части 2 статьи 117 Уголовного кодекса Российской Федерации, до трех лет, двух месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Взять Нагих под стражу в зале суда. Это Татьяна Нагих. Реальный срок получила еще одна воспитательница Оксана Чегрова. Три года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Однако суд отсрочил ей наказание, пока ребенку Чегровой не исполнится 14 лет. Родители считают, что педагоги не понесли заслуженного наказания. Например, заведующая детским садом Елена Воротникова получила лишь штраф за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В Кемерове представитель Генеральной прокуратуры назвал это наказание не просто формальным, а абсурдным. Сегодня в судебном заседании были рассмотрены жалобы как подсудимых, так и потерпевшей стороны. Подсудимые просили их оправдать, смягчить им наказание. Доводы наших жалоб сводились к тому, что приговор, назначенный подсудимым, несоразмерно мягкий, не соответствует тяжести содеянного. И такой приговор, как акт правосудия, не восстанавливает социальную справедливость. Кассационные жалобы обеих сторон Кассационный суд решил оставить без удовлетворения. Но именно это решение теперь дает родителям право обратиться в Верховный суд. Решение суда может быть от жалоба. Судеры рассмотрели по уголовным делам Верховному суда Российской Федерации. В начале августа участники процесса смогут получить решение суда на руки. И сразу после этого родители напишут жалобу в Верховный суд. Как нам стало известно, накануне было возбуждено еще одно уголовное дело, связанное с пребыванием детей в детском саду «Хэппи-бэби». Совсем скоро общество узнает о всех подробностях этого дела. Кстати, на этом заседании одна из воспитательниц отметила, что пора бы родителям уже простить подсудимых. Вот только за эти годы прощения за истязание детей никто так и не попросил. Ирина Корчагина. День с толком.